К нашему эфиру присоединяется Рустам Бурнашев, профессор Казахстанско-Немецкого университета, специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии. Здравствуйте. 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 Рустам, вот взрыв в Воронеже, в Чехане, по предварительным данным, причиной могла быть брошенная граната. Сразу же вопрос напрашивается. Это начались погромы? Ну, надеюсь, нет, конечно. То есть до погромов, я надеюсь, не дойдет. Но то, что проблема в отношении миграции обострилась в последние дни, это очевидно. Ну вот по поводу гонений на мигрантов из Центральной Азии после теракта в Крокусе это стало такой вот практикой. Силовики теперь регулярно проводят облавы на стройках, на предприятиях, где работают приезжие. На днях вот они пришли на склады крупнейшего интернет-магазина и вывели оттуда сотни мигрантов. Часть из них после проверки получили повестки. Насколько масштабные такие случаи вручения именно повесток? И действительно ли могут, по вашему мнению, мигрантов погнать на войну в Украину? Ну здесь, я думаю, речь идет о том, что повестки вручаются тем людям, которые имеют российское гражданство. Потому что все-таки вручить повестку человеку, не имеющему российское гражданство, ну практически невозможно. И просто известен тот вопрос, что у Таджикистана в частности есть соглашение с Россией о возможности иметь двойное гражданство. В других странах Центральной Азии это недопустимо. У Таджикистана такое соглашение имеется. И поэтому в данном случае речь, возможно, идет о тех людях, представителях Таджикистана, которые имеют одновременно еще и российское гражданство. А вот сам факт давления на мигрантов, он да, сейчас обострился, но, к сожалению, волны такого, ну скажем, прессинга на мигрантов со стороны российских правоохранительных органов, со стороны российских силовых структур, это не новости. Такие волны, они происходили неоднократно и ранее. Ну а то, что из Петербурга тоже вслед за Москвой начали массово выдворять иностранцев, и суды города уже вынесли решение о депортации почти 500 человек, и это только за неделю. А что в других городах происходит, и о чем говорит именно такая спешка? Ну, с моей точки зрения, это очередной пример компанейщины. То есть, да, есть привязка вот этого трагического теракта и мигрантов. Установили, к сожалению, эту связь, хотя она далеко не очевидна и требует определенного, да, достаточно серьезного доказательства. К сожалению, эта связь установлена уже, и дальше идет компанейщина, то есть все предыдущие недоработки, не, скажем, несовершенные действия, которые должны были совершаться в правовом поле, сейчас пытаются решить, к сожалению, в поле вот такого обрала. А действительно ли у мигрантов могут быть проблемы с документами? Ведь это одна из главных причин депортации, о которой кричат российские власти. Или все-таки причина в другом? Да, безусловно, и проблемы с документами имеются. Очевидно, что невозможно говорить, что все люди, прибывающие в Россию, все иностранные граждане, имеющие те или иные миграционные цели, они всегда находятся в урегулированном состоянии. К сожалению, нет. К сожалению, иногда российское законодательство достаточно сложное, и не всегда возможно выполнить необходимые требования. Иногда те структуры, с которыми мигранты должны сотрудничать, не хотят выполнять эти требования. Например, очень частые случаи, когда люди, которые сдают жилье приезжающим иностранцам, отказываются их регистрировать у себя. Иногда сами мигранты по тем или иным соображениям не полностью выполняют требования законодательства. То есть проблемы со стороны мигрантов, к сожалению, они тоже имеются. Другой вопрос, что, конечно, в данной конкретной ситуации есть очень большой риск, что под вот это давление будут попадать и люди, у которых, скажем, в общем-то все нормально, но по тем или иным обстоятельствам они просто попали в такую волну давления. Да, они были просто задержаны, просто попали, например, в полицейский участок, и на них стало оказываться давление. Рустам, вот вы говорили, что это не первая, а просто новая волна антимигрантских рейдов, силовиков. А можно сказать, что она более массовой стала? Ну, сейчас сложно судить, потому что все-таки мы имеем только несколько дней. Но вот по такой обостренности пока первоначально, да, она достаточно обостренная, но нельзя сказать, что она самая массовая, но достаточно болезненная. Да, и она настолько болезненная, что мы видим сейчас такое явление, которое раньше, в общем-то, почти не наблюдалось. Когда сами мигранты стремятся покинуть Россию, ну, вот совсем недавно было заявление со стороны представителей таджикского правительства, которые сказали о том, что, да, из России возвращаются наши граждане. И, ну, ранее вот такой ситуации я, например, я не слышал о такой ситуации. Ну, вот власти Таджикистана, вы вспомнили о Таджикистане, говорят, что это, и надеются, что это временное явление. То, что звонят трудовые мигранты, говорят, что паникуют, боятся, хотят уехать. А вы как думаете, это временное явление или нет? Ну, в общем-то, по оценкам, да, и правительственным, и по оценкам правозащитников, которые работают с мигрантами, это явление будет временным, потому что России необходимы трудовые мигранты, России необходимы и другие мигранты, в том числе образовательные мигранты. И ситуация войдет в норму, да, только вопрос, ну, скажем, как бы эта норма может несколько трансформироваться, но она, безусловно, войдет в норму, там глубина нормализации оценивается по-разному. Ну, например, правозащитники, они оценивают эту глубину приблизительно в полгода. Я думаю, что нормализация произойдет раньше, но, тем не менее, я думаю, она будет происходить. Вот еще одно мнение правозащитников, они, некоторые правозащитники, говорят, что новое гонение на мигрантов – это способ отвлечь внимание россиян от провальной работы спецслужб во время теракта в Крокусе. А как вы думаете, вы соглашаетесь с таким мнением? Ну, отчасти, отчасти возможно, но мне кажется, что здесь больше не отвлечь население от каких-то проблем, в данном случае от неудачи с предотвращением террористического акта, сколько просто некий эмоциональный выплеск, такое желание самих правоохранительных органов найти виноватых и давление на эти правоохранительные органы со стороны руководства страны с требованиями предпринять какие-то меры. Ну, действительно, если мы будем смотреть, например, по итогам террористического акта, проходила встреча в Генеральной прокуратуре, где и президент России, и генеральный прокурор специально делали отсылку к мигрантам и говорили о том, что да, вот нам надо начинать работы с мигрантами. И понятно, что если такая установка дается со стороны руководства, да, руководство, то исполнительные органы на местах, они будут действовать соответственно именно с этой установкой. То есть, вот это отвлечение внимания, это, ну, то есть, с моей точки зрения, все-таки очень маленький аспект. Все-таки здесь, мне больше кажется, работает именно бюрократический аппарат. А как, по-вашему, должны действовать власти стран Центральной Азии, вот против граждан которых начались такие атаки российской власти? Это же не только о силовиках речь, которые бьют, вот, пытают, приписывают некоторые нарушения, которые вовсе и не совершали мигранты, да, о чем мы говорили. А есть даже бытовые конфликты, избиение на улицах, поджог ларьков, выселение из квартир, вот, да, то, что упоминали вы. Как должны реагировать все-таки власти стран, которые представляют эти люди? Ну, как они должны реагировать, в общем-то, понятно, да. То есть, есть правовое поле, есть межгосударственные соглашения по защите граждан. Другой вопрос, что имеют ли, скажем, потенциал наши государства реагировать на сложившуюся ситуацию. Ну, понятно, что, к сожалению, консульских отделов у стран Центральной Азии в России не огромное количество, но достаточно ограниченное. Количество консульских работников тоже недостаточно для того, чтобы обеспечивать защиту всех граждан, которые находятся в России, потому что, ну, реально там идет речь о сотнях тысяч человек. И, к сожалению, отреагировать на каждый случай в данном случае не получается. Но вот та установка, что надо вводить это в правовое поле, и консульские органы должны выступать с требованиями по защите своих граждан, это установка понятная. Более того, наши консульства и работают в этом поле, да, то есть нельзя сказать, что они забыли о своих гражданах. То есть, например, очень сильно работает в этом направлении консульство Кыргызстана, в этом же направлении работает и консульство Таджикистана. То есть они стремятся рассматривать каждый из этих случаев, они достаточно активно взаимодействуют с теми же самыми правозащитниками, о которых я уже говорил. Да, то есть обеспечивается юридическая защита граждан. Но каких-либо других инструментов, к сожалению, вот за рамками вот этого юридического поля нет. И, ну, наверное, и работать в любом случае надо именно в этом юридическом поле. Рустам, а как, по-вашему, могут дальше развиваться события? С мигрантами. С мигрантами, да, конечно же. Да, ну, мы же это отметили уже с вами, да, что вот эта волна, компания антимигрантская, она, вероятнее всего, достигнет пиков в ближайшие дни, да, то есть вот это давление. И дальше оно будет сходить на нет, да, то есть, опять-таки, вернее, нормализуется, ну, в течение такого периода, ну, вот максимальная планка, как я уже говорил, это, наверное, где-то полгода. Понятно, если в России не возобладают какие-то совершенно такие радикальные позиции, да, вот мы уже видим, да, что в Госдуме делается заявление о том, что надо вводить визовый режим, что, ну, это вряд ли будет проведена мера. А вот та мера, которую вот сейчас, буквально, вот сегодня перед беседой прочитал, я еще, правда, ее не проверил, это действительно информация, ну, скажем, она подтверждена или нет, но, тем не менее, прошла информация, что якобы МВД выступило с предложением изменить режим пребывания иностранцев, да, то есть сократить режим пребывания иностранцев с 90 дней в течение полугода до 90 дней в течение года, ввести обязательную дактилоскопию и фотографирование на въезде в страну. Естественно, если такие меры будут приниматься, то вот эта нормализация, она произойдет, как я уже говорил, в несколько ином формате, что, ну, естественно, достаточно серьезно повлияет, может быть, если не на трудовых мигрантов, то на такую миграцию, как образовательная или там просто по поездке, связанной с поездками в гости в Россию, вот это, здесь проблемы будут нарастать. Ну, вы вот вспомнили Госдуму, депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил, даже, процитирую, разгром всех диаспор, сокращение мигрантов в России до того количества, которое можно контролировать. Вот такие призывы к чему могут привести? Можно ли серьезно воспринимать такие слова депутатов Госдумы? Ну, я думаю, их надо серьезно принимать. Понятное дело, что вряд ли они приведут к каким-то законодательным, реальным законодательным инициативам, потому что есть объективная необходимость для России в трудовых мигрантах, особенно в той демографической ситуации, в которой Россия находится сейчас, и в той ситуации с трудовыми ресурсами, в которой она находится сейчас. Но дело в том, что такие призывы, они, к сожалению, создают, вот как мы уже говорили, особый фон для бюрократии российских, в том числе и органов правопорядка. И, к сожалению, создают очень серьезное давление на настроение людей. То есть вот те негативные вещи, на которые вы указывали, да, то есть какие-то там нападения на иностранцев, там отказ пользоваться, например, такси, если за рулем находится представитель, гражданин Таджикистана или Кыргызстана, это же все как бы нагнетается, да, то есть обыватель получает эту информацию, у него формируется вот это негативное отношение к мигрантам, и как вот это негативное отношение будет выплескиваться, вот это уже очень большой вопрос. И действительно, ну вот в самом начале диалога был использован термин погром, опять-таки, повторюсь, до погрома, конечно, не будет доходить, но вот такие эксцессы с насилием в отношении мигрантов, они могут нарастать. Но такие заявления подливают масло в огонь, можно так сказать. Да, конечно. Конечно. Даже не просто подливают масло в огонь, а, собственно, являются неким источником этого огня. Вы вспомнили о необходимости России в мигрантов, а насколько российская экономика вообще зависима от них, от приезжих людей, от трудовых мигрантов, если, к примеру, уедет треть или половина людей? Ну, смотрите, оценивать так, конечно, крайне сложно, но можно посмотреть момент, связанный с уровнем безработицы в России. То есть мы понимаем, что есть некоторый уровень безработицы, который необходим для нормального экономического развития. И сейчас, когда мы смотрим ситуацию, которая складывается в России, мы видим, что там вот вакансий становится очень мало. То есть практически трудовые... То есть что значит мало вакансий становится, что уровень безработицы падает? Это значит, что после трудовых ресурсов своих национальных нет. Да, то есть они... А предприятие есть, есть потребность в обеспечении определенных форматов жизнедеятельности, ну, особенно если мы вспоминаем, что страна находится в состоянии, ну, де-факто, да, в состоянии войны, то понятно, что рабочие руки нужны. И если понятно, что эти рабочие руки исчезают, то какие-то проекты начинают, просто перестают реализовываться. Ну, вот сейчас, например, есть оценки, что если будет происходить вот тот отток таджикских трудовых мигрантов из России, о которых, ну, о которых предположительно говорит таджикское правительство, это будет очень серьезно, и там оценивается, по-моему, ну, это, я думаю, это верхняя планка, конечно, радикально, оценивается где-то до 20-30% людей, работающих в строительстве, да, выезжает. То есть, ну, понятно, что выезд такой массы людей из сектора строительства, ну, практически будет приводить к тому, что, ну, вот он на 30% этот сектор и будет останавливаться. А это, ну, это очень значимая цифра, очевидно. Ну, и найти взамен каких-то людей рабочих на такую низкую зарплату, поскольку я понимаю, что у трудовых мигрантов зарплата ниже, будет сложнее, правильно? Ну, тут не всегда ниже, и вопрос не просто в том сложнее найти, а вопрос просто в том, что в России этих трудовых ресурсов просто нет, да. Это вопрос не в том, что вы воспроизводите картинку, но, которую обычно воспроизводят люди, которые говорят, ну, а зачем нам эти трудовые мигранты, да, мы их заменим. То есть, трудовые мигранты занимают рабочие, наши рабочие места, давайте их не будем приглашать, и там будут работать россияне. Ну, это не так, потому что просто этих россиян, которые могли бы там работать, их просто нет. Да, это даже не вопрос зарплаты, просто нет этих людей. Да, и поэтому здесь не стоит вопрос, что просто трудовые мигранты меньше получают или больше. Ну, повторюсь, да, просто нет этих людей. И по поводу Таджикистана еще хотела спросить. Россия и Таджикистан договорились совместно противодействовать терактам. Но может ли повлиять на отношения между двумя странами вот эта атака на Крокус, в которой как раз и обвиняют именно представителей Таджикистана? Ну, сама атака на Крокус, конечно, нет очевидна, потому что все понимают, что в данном случае гражданство людей не было никаким определяющим фактором в участии в этом теракте. То есть, даже если мы предположим, что задержанные люди, их участие в организации теракта уже доказано, хотя это, очевидно, еще не доказано, даже если мы предполагаем, что это доказано, гражданство не является фактором определяющим здесь. То есть, этот фактор никто не рассматривает. И, соответственно, понятно, что эти люди, они не являются проводниками никакой политики Таджикистана. И, соответственно, переносить какой-то негатив с этих конкретных людей на целую страну, я думаю, ни руководства России не будет, ни обратной реакции со стороны Таджикистана в данном случае тоже не будет. Поэтому негативного влияния на межстрановые отношения, вот именно сам теракт, конечно, оказывать не будет. А вот тот вопрос, о котором мы сейчас говорим, вопрос связанный с миграцией, вот здесь могут возникать достаточно значимые, может быть, не очень серьезные, но, тем не менее, значимые трения, потому что здесь уже вовлекаются в динамику конкретные государственные органы России, которые, ну, превышают, очевидно, свои полномочия. Спасибо вам большое, Рустам, что нашли время поговорить с нами. За ваше время, которое вы уделили нам, это Рустам Бурнашев, профессор Казахстанско-немецкого университета, специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии, был с нами на связи. Спасибо вам большое. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.